Комплексный подход к обучению. В Тольменском районе 1 сентября откроют не просто школу, а образовательный центр, где есть все для развития. Большая библиотека, два спортзала, актовый зал с костюмерными, просторная столовая, кабинеты с мультимедийной техникой и современным оборудованием. Например, для уроков химии приобрели цифровые лаборатории. А в планах школы пойти еще дальше и запустить специальные образовательные центры. Мы с 1 сентября на базе кабинета химии, биологии, физики, информатики будем открывать точку роста естественно-научного и технологического направления. И мы хотим с 1 класса уже начальную школу, там у нас тоже много оборудования вот такого для детей, с 1 по 4 класс тоже будет точка роста. Благодаря федеральной поддержке и финансированию из краевого бюджета на строительство было направлено 725 миллионов рублей. За пять лет в Алтайском крае отремонтировали 444 школы и ввели 10 новых. Кроме Тальменки, двери нового образовательного учреждения откроют в Барнауле, Власихе, Покровке, Родинского района. Виктор Тальменко был приятно удивлен уровнем, который создали для образования и всестороннего развития тальменских детей. И подчеркнул, алтайский сельский стандарт должен включать в себя развитие всей сельской инфраструктуры. Способствует этому и появление новых предприятий. Так, к концу 2024 года в районе должны запустить современный животноводческий комплекс на более чем 6000 коров. Один из коровников уже построили. Эту зиму там провели 1200 голов молодняка. По замечанию владельцев комплекса, это самые высокопродуктивные коровы в мире. Всего коровников будет 6 и еще один родильный блок. Первые роды на предприятии примут уже в августе, что запустит процесс производства молока. Через месяц мы запускаем дойку. Привозим первые 300 голов, которые будут выполнять роль наставников. 300 коров. Да, Штефан рассказал тогда, да, я помню. Они пойдут на карусели, будут молодежи показывать, как нужно себя вести. Не надо переживать, стрессовать. Можно просто спокойно. Знаете, что делать? Три раза в день заходить на дойку. В планах компании ежегодно получать минимум 56 тысяч тонн молока. Виктор Томенко оценил масштаб будущего предприятия и признался, что такие компании и становятся драйверами для развития сел. В проект инвестируют около трех с половиной миллиардов рублей. Вкладывают и в обучение будущих кадров. 170 уже набраны. Из них порядка 30 человек сейчас на обучении находятся в маслянинских предприятиях. Речь идет о подготовке доярок, скотников, ассиминаторов, слесарей. Всего здесь намерены трудоустроить больше 200 сотрудников и построить жилье для тех из них, кто приедет на работу в Тальминский район. Все молоко, произведенное комплексом, планируют сбывать в Алтайском крае. Анастасия Дороган, день с толком.